Еще важно, чтобы вы от сотрудников требовали дружелюбия, то есть не только то, чтобы они, например, улыбались, а нужно донести, что улыбка это их работа, то есть не то, что у них там хорошее настроение или они вкусно позавтракали, это одно, а это реально их работа. И второе, дружелюбие и честность, это такая открытость, то есть если в магазине удобная выкладка, реальные тележки с колесиками, у которых все колесики крутятся, доброжелательный, приветливый персонал, то есть это все складывается вот в такой пазл под названием хороший сервис. Ну и также важно нанимать качественных сотрудников, то есть если вы по жизни нашли таких дружелюбных, положительных людей, правильно их обучите определенным методикам и технологиям сервиса, то вы получите лояльных сотрудников, которые не будут склоняться без дела, всегда будут чем-то заняты, ну и плюс будут хорошо работать. Ну и важно регулярно вот эту систему оценки персонала проводить, то есть смотреть, получается ли вам нанимать людей, которые там дружелюбные, подходят под уровень сервиса, удается ли вам их эффективно обучать, есть ли там обратная связь от этих сотрудников, то есть важно, чтобы вы тоже давали обратную связь и доносили до сотрудников, что вы от них хотите видеть и как они должны себя вести, чтобы они соответствовали вот этим критериям. Ну и важно оптимизировать процессы, потому что если человек ждет там 10-15 минут, чтобы сделать какую-то процедуру, которая занимает 1 минуту, например на кассе он видит большую очередь и там он стоит, не знаю, с хлебом, один раз ему пикнуть и уйти, но он видит большую очередь, он кладет этот хлеб на ближайшую полку и уходит. По сути это брошенный товар, во-вторых, сотрудникам придется этот товар обратно убирать, там либо списывать, либо класть на место, то есть это дополнительная работа. Поэтому такие моменты, где требуется там 1 минута вашего внимания, а человек ждет там 10-15 минут, это там банки, почта, ну я думаю вы все с этой болью сталкивались, нужно это решать.